В январе состоялись судебные процессы по продлению меры пресечения четырем активистам из Алматы. Против них сфабриковали уголовные дела и обвинения в создании участия в экстремистских группах. Многодетные отцы Асхат Жексибаев, Кайрат Клышев и Абай Бегимбетов содержатся под стражей уже полгода. Асхат страдает гипертонией, а Абай – тяжелым кожным заболеванием. Правозащитники борются за предоставление им медицинской помощи и смягчение меры пресечения. Отец 11 детей Марат Дуисимбиев находится под арестом, пока его семья вынуждена искать доход без единственного кормильца. Ведет политически мотивированные уголовные дела. Дела по городу Алматы следователь Гизат Кожибаев координирует начальник следственного отдела Адиль Салаев. Предатели своего народа служат в интересах Назарбаевского режима. Гражданский активист из Шустского района был осужден судом за закрытыми дверьми, нарушая право Бактыбаева на открытый суд. Даже самого Багдада не доставили в зал суда. Через трансляцию ни адвокат, ни Багдад ничего не могли слышать из-за задержек связи. Багдад Бактыбаев со 2 октября 2020 года находится в СИЗО по политическому уголовному делу 405 часть 1-2 за поддержку оппозиционного движения Кущепартиса, за участие в мирных акциях, протестах, критику власти. Багдад участвовал в сборе гуманитарной помощи для семьи убитого правозащитного активиста Дулата Агадила. Участвовал в наблюдении политических судов, выступал как блогер. А сейчас, спустя почти 4 месяца после его ареста, обнаруживается, что полицейские нашли наркотики в карманах Багдада при его задержании. Спрашивается, почему именно сейчас всплыл этот лжефакт. Также незаконно Домиткен Аспондеяровой продлили срок домашнего ареста до 5 месяцев. Все суды прошли без прямого участия подсудимых. Под арестом содержится Нургуль-Калуава. Несмотря на проблемы со здоровьем, ее содержат под стражей и не допускают к ней родственников. Требуем прекратить политическое преследование Нургуль-Калуавы. Нургуль-Калуава – мать двоих детей, одиночка. Она преследуется по политическим мотивам. Требуем освободить немедленно ее из тюрьмы. Бостон-дор-Калуавы! 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 Питание в тюрьмах не соответствует элементарным требованиям. Их плохо кормят и содержат в сырых камерах. Активистов обвиняют в экстремизме, потому что они хотят лучшего будущего для всей страны. Чтобы продолжать борьбу и помочь страждущим, нужна поддержка всего общества. Всех их объединяет одно. Эти люди не призывали к насилию, но стали жертвами целенаправленного государственного беззакония. У меня многие спрашивают, мы боимся, не можем участвовать на митинге. Какой вклад мы можем сделать? Вклад вы можете сделать очень простой. Кто тысячи, кто пять тысяч в тенге, кто десять тысяч. Финансируйте, финансируйте, помогайте с теми активистов. Они будут помогать дальше и таким образом тот авангард, который готов бороться и сопротивляться, он останется на плаву и количество новых участников этого протеста будет только увеличиваться. Людям, оказавшимся под прессом режима Назарбаева, нужна наша поддержка и солидарность. Мы не вправе оставить их один на один с машиной политических репрессий. Наша поддержка и солидарность могут принимать разные формы. Распространение информации и привлечение внимания к конкретным судьбам и делам – самое малое, что мы можем сделать. Следователи фабрикуют политические дела, а судьи выносят нужные приговоры. Беззаконие даже на самом верху политической власти предпочитает действовать тайно. Коррупционеры чувствуют себя неуютно под светом общественного внимания. Также вы можете оказать финансовую поддержку активистам под арестом и их семьям, оказавшимся без средств для жизни. Вы видите их реквизиты на экране, чтобы помочь семьям политических заключенных пережить сложное время. В такой трудный жизненный момент мы всей страной поддержим наших героев и поможем их семьям. Неоценимой будет ваша финансовая помощь, чтобы семьи политических заключенных и политически преследуемых сами взяли то, что им и политзаключенным сейчас больше всего необходимо. Не менее важны письма тем, кто незаконно лишен свободы. Они дают им почувствовать нашу поддержку, позволяют понять, что они не одиноки. Продолжение следует...